А теперь время следующего докладчика. Это независимый андроид-разработчик из города Москва Сергей Рябов. А расскажет Сергей про Kotlin. А кто был на Kotlin Meetup недавно относительно летом? Молодцы! Спасибо. Всем привет. И большой привет тем, кто уже был на Kotlin Meetup в прошлый раз. В общем, меня уже представили. Я хотел бы немного узнать теперь о вас. Кто здесь писал что-то на Kotlin? Кто-то, может быть, пишет андроид-приложение на Kotlin? Отлично. А кто вообще пишет андроид-приложение здесь? Достаточно много. Значит, есть большая аудитория тех, кого я буду переманивать на светлую сторону. Ну, поехали. Тогда небольшой для начала рефрешер о Kotlin. Для того, чтобы те, кто не в курсе, немного познакомились с синтезом. Надеюсь, вы что-то увидите здесь. В общем, в языке есть два вида. В языке есть поддержка двух видов типов nullable и non-null из коробки. Если по нашему выражению мы можем однозначно установить тип, то его указывать при объявлении переменной совершенно необязательно. Мы можем это дело опустить. Переменные могут быть… Поля могут быть переменными или константами. Константы задаются через модификатор val. Переменные задаются как var. И их можно менять, соответственно. Самый простой класс можно описать в две строчки. Это просто имя и ключевое слово. Если вы хотите задать этому классу конструктор, то просто укажите в скобках параметры этого конструктора. Если же параметры будут помечены с ключевыми словами val или var, они одновременно станут и полями этого класса. А если быть совсем точным, то пропертями. То есть для val пропертей сгенерятся еще и getter. Для var пропертей сгенерятся getter и setter. Вот такой же доступ к этим пропертям, как в обычной Java. Также в Kotlin есть возможность использовать дефолтные значения для параметров, которые позволяют вам в одной сигнатуре описать сразу все возможные варианты, не заниматься оверлоудом методов. Так выглядит вызов функции. Похож на скалу, если вы знакомы со скалой. В принципе, не очень сильно отличается от Java, только местом положения возвращаемого типа. И вот уже конструкция посложнее. Это функция с дженериками, которая принимает функции. Это так называемые функции высшего порядка. Здесь вы можете увидеть, как выглядит запись сигнатуры функционального типа. Аргументы приходят в скобках. Через стрелку мы показываем значение возвращаемое. Ну, на этом, собственно, все. Я хочу начать с того, с тех нескольких фич языка, на которых, можно сказать, построена, на которых базируется Котлиновская библиотека. Начнем мы с extension функций. Это просто первая черепаха, на которой зиждется вся библиотека. Extension функции позволяют расширять тип, не наследуя его. То есть мы добавляем к нему функциональность, никак не трогая этот тип изнутри. Описывается следующим образом. Мы указываем тип, который расширяем. Во что это превращается в Java? В Java это давно всем знакомые, известные статические методы, которые первым параметром принимают ресивер. Тот объект, на котором выполняется эта extension функция. В чем прелесть этой ситуации? Статические функции, они, конечно, хороши, но когда у вас большая цепочка вызовов, у вас теряется последовательность действий ваших. То есть при обычном чейнинге операций вам понятно, какая операция идет первой, второй, третьей, четвертой. А если вы начинаете оборачивать это дело в статические функции, то статические функции выходят по берегу батьки в самое начало. Используя extension функции, мы получаем все тот же красивый синтаксис, как если бы эти методы были объявлены внутри. Благодаря тому, что в коррлене есть онлайн функции, мы можем не тратиться, например, в данном случае, на вызов функции в call stack. То есть в тех местах, где будет вызвана функция toint, у нас будет просто поставлено ее значение в байт-коде, что очень удобно, но это только часть силы инлайна. Таких конверторов, как было показано в примере, достаточно много в стандартной библиотеке. Они для всех примитивных типов. Есть безопасный конвертер, который возначает null, если вдруг формат не подходит. Опять-таки вы можете перестать пользоваться integer parse int и всеми прочими напарниками, а использовать extension функции. Следующая важная особенность языка, которая активно используется в библиотеке, это функции высшего порядка. В данном случае у нас пример. Мы вычисляем n-ное число Fibonacci. Мы хотим проверить входной аргумент на соответствие нашим условиям. Что здесь плохо? Плохо то, что мы строку вычисляем в любой ситуации, даже если у нас успешный кейс. Чтобы сэкономить, мы можем сделать вычисление строки ленивым и заменить строку на функцию, которая будет эту строку возвращать. С одной стороны мы сэкономили на вычисление строки, с другой стороны мы приобрели создание анонимного объекта функционального типа. Ну, в общем, так себе разыграли карты. Но это ведь не все, правильно? У нас есть наш старый друг онлайн, который вот здесь-то показывает себя во всей красе. Мы здесь не только экономим на вызове функции где-то там в call stack, но мы не создаем функциональный объект вообще. То есть у нас нет new function без параметров. Мы просто инлайним всю эту лямбду вместе с телом extension функции в то место, где она вызвана. Благодаря этому у нас нет overhead на использование этих лямбд. Вот так это выглядит примерно, если это будет заинлайнено. Таких проверочек тоже есть некоторое количество в стандартной библиотеке. Отличаются они типом эксепшена, который кидают. И есть еще функция error, которая кидает безусловный эксепшен всегда. Третий парень в нашей команде это оверлоудинг операторов. Kotlin язык современный, по крайней мере старается таким быть. И как во всех современных языках тут тоже присутствует оверлоудинг. Но Kotlin еще язык прагматичный, поэтому мы не позволяем переопределять все, что угодно. У нас не будет, например, оператора три угловые скобки влево, как может она сделать в скале, потому что мозг ломается, а польза от этого сомнительная. Поэтому есть фиксированный список операторов, которые вы можете переопределять. Как ни удивительно, это арифметические все операции, плюсы-минусы унарные, сравнение и проверка на принадлежность чему-либо. И вот в комментариях видно, во что это превращается потом в коде, как это будет выглядеть реально. Самый простейший пример того, как это используется в стандартной библиотеке, это расширение begin-tov и big-decimal. Больше вам не нужно писать методы subtract, add и так далее. Вы можете пользоваться обычными арифметическими операциями, к которым вы привыкли. Попрошу заметить, что здесь оператор объявлен как inline extension функция. Это значит, что мы можем комбинировать все эти приемы, и это нам в дальнейшем пригодится. Вот так выглядит работа с begin-tov в Kotlin. Кстати, маленький off-top. Не очень понимаю, почему нету, например, функции string to begin, как то, что я показывал на первых слайдах. Можно было бы тогда вообще записать это весьма красиво без конструкторов. Следующая пачка операторов, которые можно оверлоудить, уже более интересная, на мой взгляд. Это возможность превратить свою переменную функцию. Это индексированный доступ по произвольному количеству индексов на чтении, на запись. Это создание отрезка функций компонент n, которые используются при destructuring, когда мы можем разобрать на компоненты наш класс. И вот такая вот хитрость с итератором. Опять в комментариях можно видеть, как это потом будет использоваться в коде. У вас, возможно, возник вопрос, что такое за псевдо-итератор. Потому что я ведь не зря здесь это написал. А дело в том, что Kotlin для этих операторов дает достаточно большие послабления в плане того, какие типы могут возвращаться. То есть, например, в get-ах и set-ах вы можете передавать туда индексы совсем не числового значения, а стринги. И это, конечно, не три угловые скобки, но все равно можно кому-нибудь насолить, заставив читать такой код. Вернемся к итераторам. Нам совершенно не обязательно возвращать отсюда java-итератор. Мы можем вернуть любой объект, объект любого класса, лишь бы у этого класса были, в свою очередь, переопределены тоже два особых метода. Два метода оператора. Это next и hasNext. Таким образом, например, можно изгольнуться и научиться итерироваться по цифрам числа. Для этого, как мы уже поняли, можно сделать extension оператор и определить наш псевдо-итератор вот таким вот образом. Сначала мы определяем ближайшую степень 10 снизу, чтобы можно было поделить нацело и найти первую цифру. Дальше мы спускаемся, точнее, двигаемся направо и получаем последовательно каждый раз следующее число. Можно проитерироваться по числу и получить его цифры. Не очень полезно, но прикольно. Кто знает, что это такое? Немного человек, тогда поясню. У коллекции есть такое неудобство. Все методы, которые добавляют что-то в коллекцию, они вообще, которые работают с коллекцией, по большей части методы, они возвращают void. Это значит, что нельзя выстроить цепочку вызовов, как, например, вы привыкли видеть в билдерах, и получить тоже такой аккуратненький код. Поэтому инициализация коллекции в Java неизбежно оторвана от непосредственно заполнения коллекции. То есть в одном месте ты объявил и присвоил перемен, и в другом месте ты заполняешь ее. Java'исты нашли выход из этой ситуации, и это вовсе не хак на самом деле, это в принципе вполне себе валидная конструкция языка. Здесь что происходит? Мы делаем объект анонимный класс, наследник array мапа, его наследуем, и в инициализаторе добавляем ему все значения. То есть в контексте, вот в последней этой лямбдочке у нас все выполняется в контексте this. И проблема этого, она, конечно, читается хорошо, но проблема в том, что создается анонимный класс на каждую вот такую вот конструкцию. Это называется инициализация в двойных скобках, если по-русски. В Kotlin благодаря стандартной библиотеке есть функции, которые помогают добиться такой же читаемости, но избежать оверхеда на создание дополнительных объектов. Это в частности apply. Apply, наверное, одна из самых часто используемых функций в стандартной библиотеке. Что здесь вообще происходит? Мы видим, что apply – это функция, которая расширяет тип t. И еще в нее мы передаем лямбду, которая тоже расширяет тип t. Это достаточно сложно, наверное, сходу понять, но суть этого простая. Точно такая же, как в double brace инициализации. Мы лямбду выполняем в контексте this, то есть в контексте вот этого t, которое мы расширяем. Таких функций есть несколько штук, 5 или 6, которые отличаются друг от друга тем, в каком качестве передается вот этот тип t. суть в том, что читабельность от этого не нарушается. Более того, this мы можем опустить. Все получается достаточно аккуратно, лаконично, а в байт-коде это все заинлайнится. И никакого overhead не будет. Просто будут последовательные вызовы, которые мы не делаем ручкой. За нас делает компилятор. Это вот главная особенность Kotlin. Еще один момент, который часто встречается, это работа с переменными пропертиями. У нас есть non-nullable типы. И мы должны уважать, что если это в данном случае у нас nullable тип, то он может быть и null, а может быть и нет. Мы пытаемся сделать так, как мы привыкли в Java. Мы проверяем, что переменная не null, потом с ней работаем. Но фигушки. А суть в том, что переменная публичная, по сути даже пропертия публичная, это значит, что с другого треда ее могут запросто поправить. И как бы между if и между присвоением. Поэтому нет никаких гарантий. Что логично сделать в такой ситуации? Взять, присвоить локальные переменные значения этого юзера, сохранить у нас в контексте нашего треда и потом дальше с ним работать. Но это тоже такой boilerplate, который приходится писать самому. В общем, у нас есть средства, чтобы избавиться от всех этих рукописных манипуляций. Это функция из той же команды, что и apply. Функция let. Она выглядит немного по-другому. У нее в лямбду наш объект приходит не как this, а он приходит как it. То есть это параметр лямбды, это параметр функций. Мы можем его обозвать как хотим, если мы его обозвать не будем, он будет it. Частый use case делать вот так. То есть с одной стороны это Elvis оператор для доступа, то есть let вообще не выполнится, если user null. А с другой стороны важно то, что юзер в лямбде, он уже будет прочитан, он уже будет сохранен в локальную переменную. То есть у него будет свой контекст, который не затронет внешний тред, например, не испортит нам данные. Здесь это может быть не очевидно, но вот здесь вот это видно гораздо лучше. В данной ситуации it внутри лямбды будет результатом метода, и этот метод он будет уже вызван, он будет, результат будет вычислен, либо доставлен, либо прочитан, и каждый раз обращаясь к it, мы не будем трогать нашу функцию. Опять-таки, без лишних написаний кусков кода. Вот все эти функции, о которых я говорил. Не буду, пожалуй, останавливаться подробно на каждой из них. Вы видите, что комбинации прослеживаются здесь четко. Либо мы расширяем тип, либо принимаем его в качестве ресивера. И то же самое в лямбде. Либо мы расширяем тип, либо принимаем в качестве ресивера. В Kotlin 1.1 также были добавлены еще такие две функции охранника, take if, которые пропускают вычисления дальше по цепочке, только если делают t доступным для вычисления дальше по цепочке, только если выполнено какое-то условие, либо невыполнено условие. Много народу здесь пишет под Android. Это значит, что в некотором роде вы достаточно много времени провели с Java 6. И вот такая конструкция достаточно часто вам встречалась. Раньше эта боль была общая. Мы все писали очень много дженериков при создании инициализации коллекций. В Guava даже были такие штуки, которые позволяли использовать механизм выведения типов, чтобы не делать все этой рукописные работы. И как бы это прекрасно работало. А с другой стороны кажется, а почему бы нельзя было сделать то же самое для массива? Ну, тут хитрость не в том, что они вроде бы как из одного порядка массива и коллекции, а в том, что в Java есть такая штука, как TypeRage, и информация о дженериках, она просто на этапе компиляции, в рантайме ее не будет. На этапе компиляции она вся уйдет. Получается, что хешмап останется, и даже без параметров ее можно будет создать. А вот массив уже нет. Очень хотелось бы иметь какую-то такую функцию, которая бы могла принимать generic и за нас наляпать массивчик. В том месте, где Java не справилась, Kotlin оказался более способным. Мы имеем вот такую вот функцию, практически дословно, которую в данном примере, например, мы можем вызывать совершенно без дженериков. Она по входящему параметру dest понимает, какого типа массив ей нужно создать, и за нас это делает. То есть мы вообще нигде не светим в клиентском коде, что же там был за дженерик. То есть вот на месте вызова фила. За счет чего это доступно? Это еще один парень в команду наших основных столпов стандартной библиотеки. Это reified типы. Механизм работает следующим образом. За счет того, что функция inline в момент встраивания ее тела в место вызова, в месте вызова мы уже знаем реально значение этого параметра. То есть в месте вызова это будет уже не какой-то абстрактный T, а вполне конкретный, например, int. И это будет массив int. Соответственно, мы вроде бы как пишем отдельную функцию, которая вроде бы как создает нам совершенно невозможные с точки зрения Java объекты. А с другой стороны, в байт-коде это все заинлайнится, и будет такое ощущение, как будто мы написали все это дело руками. Некрасиво, длинными портянками, но тем не менее. Стоит оговориться, что reified функции, они возможны только в рамках inline функций. Если вы задумываетесь о работе между Java и Kotlin, то вы знаете, что, например, inline функции, они доступны из Java, несмотря на то, что в Kotlin они все inline-ятся, то reified inline функции, они в Java доступны не будут. Там да, скомпилиться с таба, ее, возможно, даже будет видно, но это будет пустышка, и она ничего не сделает. Поэтому такой функционал это сугубо для писателей на Kotlin, привилегированный такой функционал. Таких хелперов функций несколько есть для создания массивов из разных ситуаций. Все они reified. Kotlin говорит, что он объектно ориентированный язык на все 100%. У него нет в явном виде примитивов, но мы можем вызывать на интах, шортах и так далее методы свои, но ведь на самом деле это мы знаем, что все работает на Java-машине, и особенно в том месте, когда мы используем Java-библиотеки, либо второй кейс, когда нам нужно писать реально производительный код, мы никуда не денемся от массивов примитивных типов. Поэтому, как ни крути, в Kotlin это должно быть, и в Kotlin есть также хелпер для создания массивов определенных типов примитивных. Мы знаем, что также, что в Java нет отдельного класса для массива, то есть object квадратные скобки это не какой-то отдельный класс. В Kotlin же это не так. В Kotlin это выглядит как обычная коллекция, обычный класс с дженериком, и что-то здесь не так явно. Давайте посмотрим, залезем в стандартную библиотеку, увидим там вот такую вот штуку. Причем, что самое интересное, у этих методов, у них нету тела. Суть в том, что реализация вот этого всего добра управляет чисто компилятор. И вот эти вот рей, которые здесь рей генерализованный, а дальше есть еще байтеры, интеры и так далее, они все просто прослойка между красивым API Kotlin и возможностями компилятора. То есть на самом деле вот этот конструктор inline, который здесь указан, он принимает на вход массива размер и индексированный инициализатор. В байт-коде это все превратится просто в индексированный цикл for, который заполняет массив, как мы привыкли в Java. Три оператора, которые здесь оверлоудятся, это просто дань синтаксическим традициям, синтаксическим правилам Kotlin. На самом деле это наши Java индексированные доступы к массиву на записи, на чтение. Но в Kotlin это делается вот так, потому что в Kotlin нету синтаксических элементов, как квадратные скобки. Это все сахар для таких методов. То же самое с итератором. Это возможность обращаться с объектом этого класса в for-цикле. Ну вот такую вводную часть мы преодолели, а сейчас у нас хардкорненько пойдет. Суть, короче говоря, в том, что коллекции, они очень толстые, как ни странно. И сигнатуры там тоже немаленькие. Поэтому изучать каждую отдельно сигнатуру я не вижу смысла. И разобраться вы в них все равно не успеете. Поэтому мы акцент сделаем на примерах. В первую очередь у нас, конечно же, есть функция аналогичная array для того, чтобы создавать эти коллекции произвольных, с произвольным содержимым и mutable или mutable типов. Инициализаторы. Возможно, сфильтровать null из того, что приходит. И вот такие вот самые интересные штуки из того, что есть. Это extension property последнего индекса, чтобы можно было ее удобно использовать, например, для создания отрезков или range по-другому. И заглушки, которые позволяют нам защититься от, например, Java кода, какого-то Java API, который передает нам null, если коллекции пустые. Вот таким вот образом. То есть если из Java нам прилетает какой-то сырой коллекция животных, который может быть null, мы можем это дело обернуть в or empty и у нас все будет чинно благородно, но nullable. Также здесь есть наши любимые операторы, которые позволяют доставать до пяти первых элементов листа при destructuring, позволяют проверять на вхождение и перегрузка операторов плюс-минус для добавления в коллекцию либо одного элемента, либо произвольной коллекции массива или последовательности элементов. Также не забываем, что у нас есть еще из Java-овского лист интерфейса метод get, который тоже никто куда не выкидывал, и он фактически отвечает за переопределение оператора get в Kotlin, который говорит о индектированном доступе. В таком случае, принимая во внимание вот эти вот все вышенаписанные методы, у нас вполне себе валиден вот такой код. Обращаться к коллекции как к массиву, складывать, добавлять в коллекции элементы как к числам. Дальше мы будем использовать такие вот type-алиасы для того, чтобы покороче все было записано. Ну, начнем с фильтрации. В общем, мы можем фильтровать первые элементы, последние элементы, находить единственные с конца, находить индексы по элементу, индексы по предикату, бинарный поиск. Можем фильтровать по предикату, индексированный предикат, сфильтровать по типу, фильтровать в какой-то класс, фильтровать переменные листы, удалять по предикатам, брать первые элементы, префикс, суффикс, последние элементы, либо отбрасывать префикс или суффикс. Можем сортировать в разные стороны с компараторами или селекторами. Можем ревертировать наши коллекции, либо делать вьюхи с ревертированными итераторами, делать слайсы. Мы можем делать из наших коллекций мапы по функции выбора ключа. Можем просто мапиться и индексированно мапиться. Можем делать флэтмапы, группировки, for each, zip, distinct, partition, substract, агрегацию, fold, fold, reduce и так далее. Даже join можно сделать по коллекции. Это все очень круто. Ну, пожалуй, вот здесь я, наверное, приторможу. Посмотрите, что мы можем сконвертироваться в любую коллекцию. Мы можем сконвертироваться в массив. И важное замечание здесь в naming convention. Если метод назван через to, это значит, что он создает новый объект, он создает новую коллекцию и вам это отдает. Если метод назван через as, он реализует вьюху. То есть то, с чем вы будете работать, это не новый объект, который занимает память, а вы будете работать с тем же самыми элементами просто через новый интерфейс. Например. Соответственно, as sequence не создает новых элементов вашего массива, где-то новой коллекции не создает. Короче, очень много добра. И это только iterable. Все это реализовано на extension функциях, на лямбдах, на онлайнах, в том числе и fight. Вот пример. Есть user, у него есть день рождения, список фильмов, на которые он сходил в кинотеатр. Вообще в нашем мире, в нашем выдуманном мире, все походы в кинотеатр, все просмотры фильмов записываются куда-то в базу данных. Вот. Значит, у человека есть список всех фильмов, которые он посмотрел, есть фильм с разными полями. Мы хотим взять и посмотреть, какой жанр фильмов ему больше всего нравится, что он предпочитает и в каких дозах, скажем так. Достаем все наши мувики, которые есть, фильтруем их сначала по дате выхода. То есть он не смог, он бы не мог сходить в кинотеатр до того, как он родился, очевидно. Потом мы фильтруем, достаем только те мувики, которые он реально смотрел. У него-то мувиков нет, у него только название есть. Дальше мы все это дело группируем по жанру. В итоге у нас получается мапа, жанр и список фильмов. Из этой пары, из каждой такой пары мы ее мапим и собираем тройку. Жанр, количество фильмов в этом жанре и самый популярный фильм в этом жанре, который он смотрел. Дальше мы это все дело сортируем по количеству фильмов, по убыванию таким образом наверху у нас самый популярный жанр оказывается. Ну и дальше мы строим гистограмму, где лейблом у нас будет жанр, размером будет количество фильмов и по тултипу у нас будет выскакивать постер с самым популярным фильмом. Ну, может быть. Да, кстати, хорошая идея. Но, это ж не все. Но, но тоже, но тоже есть разница. Сейчас скажу. Суть, в общем, такая, что все эти операции на коллекциях, они жадные. То есть они вычисляются вот прямо здесь и сейчас, когда вы их вызываете. Они создают новые коллекции. И вот тут сразу как бы взгрустнулось. Вот вроде бы Kotlin, вроде бы хорошо, вроде бы есть вся та библиотека, которая есть в RxJave, ну, за исключением трэдов, но только грустно. У меня есть для вас решение. А, да, забыл упомянуть, что вот вся та протянка, где вот вы видели плиточку, да, со всеми, значит, уменьшенными копиями, она точно такая же плитка еще есть для array, для секвенсов и для charge секвенсов. Я уже не стал тут укладывать это все. Есть некоторые экстры, которые применимы только конкретным типом. Например, массивы. Массивы могут сортироваться, копироваться, делать deep hash и так далее в сами массивы. Ну, это по большей части все extension функции над статикой javiz. И конвертация из примитивов в генеральные массивы. А вот ответ на наш вопрос. Секвенс – это такой аналог стримов, которых нету в GDK 6. Ну, и даже в седьмой нету. То есть в андроиде их нету нифига. И Kotlin нам в этом деле помогает. По сути, секвенс, у него сигнатура ровно такая же, как у iterable. Не знаю, почему они друг от друга не наследуют, но здесь, видимо, какая-то идеологическая причина есть в этом. Мы можем создать пустой секвенс, можем сгенерировать его и можем constrain once ограничить проход по секвенсу единожды. Так вот, что мы можем сделать? Мы можем, например, вот так вот в пять строчек организовать нам последовательность чисел Fibonacci. Начали последовательность парой первых двух чисел. Потом мы это все дело суммируем. У нас в фермоэлементе пары всегда текущее число. Мы по нему маппим. Все радостно. Пять строчек. Все очень понятно, читабельно. И как бы ни рекурсии нету ничего вот этого вот. И все как бы on demand. То есть взяли, отсеяли 100 чисел. Все, дальше ничего не вычисляется. Отсели, напечатали, все рады. Очень быстро работает. Так вот, наше решение. Решение в том, чтобы в тех моментах, когда нам реально не нужно создавать коллекции, использовать секвенсы просто. У нас вот два таких куска есть. И мы в них поэтому это будет реальная коллекция создана. Но зато по ней мы можем создать секвенсы и дальше с ним работать. Таким образом, вместо того, чтобы создавать раз, два, три, четыре, пять, шесть коллекций, мы создаем две. По-моему, неплохо. И вот это получается реально, как в Java 8. Это получается аналоги стримов. Мне тут надо заканчивать, поэтому сейчас будет быстро. Сеты тоже можно создавать схожим образом, в том числе и mutable сеты, sorted сеты, если надо. Мапы аналогично. В мапе есть такая интересная штука get-or-else и put-or-else, которая позволяет забить пустой сегмент значением, если нужно. Ну и такие особенности, как фильтрация чисто по ключам, чисто по value, мапы чисто по ключам, чисто по value. Пример с word count. Казалось бы, вроде все круто в Kotlin, но вот выскакивает такой момент. Вот ты привычный пишешь Java код, значит, итерируешься по мапе, накладываешь туда нули, если она пустая, а потом хочешь просто взять и сложить. Ну, в общем, фигушки. А суть в чем? Суть в том, что семантику map.get никто не отменял, и он nullable возвращает параметр. Это значит, что мы не можем просто так взять и сложить к nullable параметру, прибавить единицу. Ругаются. Можем сделать так. Выглядит не очень чисто. Как-то, в общем, восклицательные знаки нам намекают на то, что все не очень круто. Есть вот такой вариант с селвисом, уже достаточно короче, но про читабельность можно, в общем, поспорить. Есть вариант с использованием чудо-функции, которая вычисляет нам дефолтное значение. Выглядит, честно говоря, монструозно, и непонятно, зачем вычислять ноль лямбдой, если он всегда ноль. Но весьма возможно вам это пригодится, когда у вас будет не просто ноль, а действительно какое-то вычисление на это все. А вот эта особенность переворачивает все немного с ног на голову. Вы задаете дефолтное значение при создании мапы. То есть ваша мапа оборачивается, и если вы ее получаете доступ к ключам по функции getValue, то у вас будет non-null тип, никаких эксепшенов не будет, если у вас там есть все данные. Но как бы get использовать нельзя, потому что get как был, так и есть. Он не изменяется. Тогда получится вот такая конструкция. Тело цикла достаточно аккуратное и запись тоже понятная. Но есть лучше. Есть группинги. Это вот такая сигнатурка там была. Я пролистал ее быстро. Вы по ключу мы можем сгруппировать это все по функции, которая выделяет из элемента ключ. Выглядит это примерно вот так вот, но это не очень важно сейчас. Важно то, что там есть такая басяцкая функция aggregate со страшным, со страшной сигнатурой. Но суть просто в том, что для каждого, для каждой группы этот aggregate выполняется по всей цепочке, по всему списку в этой группе и вычисляет какое-то значение. И вот как выглядит наш пример с word count при использовании группинга. Мы сначала группируем по, в качестве ключа используем нашу же строку, группируем и потом просто используя аккумулятор все это дело складываем. Выглядит уже гораздо более читабельно и гораздо более понятно, чем наш первоначальный вариант. Если убрать дефолтные параметры, неименованные, и маленькая посыхалочка, кроме большой страшной функции aggregate, там есть функция each count, которая делает ровно то, что нам нужно. Она считает количество элементов в каждом бакете. И тогда word count превратится вот в такой вот прекрасный метод однострочный. Большая разница между тем, что было и тем, что стало. Ну еще там есть фолды, редьюсы, все такое. Небольшой пример про компэрисоны. Тут мало что можно сказать, потому что это все вот реально слизано прямо из Java 8. То есть мы хотим отсортировать наши фильмы, сортируем их сначала по дате выхода, потом по популярности, потом в обратном порядке по количеству народа, который там снималось. В общем, это достаточно знакомо должно быть. Таким образом мы можем отсортировать по какому-то элементу с компаратором. Из полезного здесь второй блок. Для тех, кто пишет на андроиде, очень большая боль. Постоянно использовать текст утилс и проверять это все на null. Теперь у нас есть от nullable типов extension. У нас есть свой trycatch для бедных в Kotlin. Use функция extension. Вот так выглядит работа с потоками при использовании use. Есть куча оберток для стримов. Байтстримы, буферизованные, ридеры, если мы читаем строки. Для текстовых стримов от ридера обертки, прочтение текста, буферизацию, работу с последовательностью строк, копирование. С файлами то же самое. В общем, все одно. Все стримы, как бы там только буфер и ридер. Ну и вот пример с тем же самым вордкаунтом на собрании книжек Шейкспира. Все в общем меняется достаточно мало. Маленький хелпер для локов. Все примерно так же, как вы бы написали руками, только за вас написали в код для библиотеки. Комментарий про рейнджи, о том, что, например, когда мы проверяем примитивные значения на вхождение в рейндж, у нас не генерируется рейндж и не проверяется функции contains на вхождение. А получится вот такой вот java код при генерации. То есть это все, как мы пишем, но только красиво. Небольшой хелпер для того, чтобы можно было мерить ваши методы. Поверх есть библиотечка для java 8, которая добавляет вот ровно столько. Просто конвертацию между сиквенсами и стримами. Главные моменты, так получилось голубым по Европам концовочка, но в общем главные моменты, которые стоит отсюда вынести. Забыл упомянуть, что не стоит делать большие функции inline функциями, потому что это большая нагрузка будет на ваш код все это вкомпиливать. За вас компилятор неплохо справляется с этим сам, когда выясняют, что что-то выполняется часто и однообразно. Public API в inline функциях нельзя использовать, потому что оно реально, вот все это тело, оно реально будет совсем где-то далеко. То есть к private переменным вы не получите доступа. Refine функции не присутствуют в байт-коде, недоступны для java. Коллекции процессятся жадно, то есть создают новые коллекции при фильтрации, мапах и так далее. Используйте секвенс вместо этого. Смотрите на то, как называется метод. Это as iterable или to iterable, чтобы понимать, создаст ли там что-то новое или это просто вьюха. Ну и оптимизации по рейнджам. О чем я не поговорил здесь. Про скрытые косты всех этих синтактических штук котлина. Об этом есть хороший цикл статей, почитайте. Не поговорил про особые аннотации для интероперабилити с java, которые позволяют настраивать то, что получится в байт-коде. Об этом будет доклад на мебиусе в ноябре. Приходите, послушайте. Не поговорил про DSL-маркер, но это вообще вся новая история про DSL. Есть тоже классный доклад от нашего соотечественника. Приглашаю вас посмотреть. Очевидно, что если у нас есть теперь property, getter, setter, property и так далее, то у нас появятся очень, у нас появятся новые аннотейшн-таргеты, но это мало применимо к пользователям библиотеки. Reflection тоже тема не совсем часто используемая. И про карутины я бы вас отправил тоже поговорить с Романом Элизаровым, который заведует разработкой карутин в JetBrains. Ну вот и все. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Вопросы? Ребята, три вопроса задаем. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Но все-таки у меня такой вопрос. Я не Java-разработчик, не Android-разработчик, ну я знаю чуть-чуть Java, так когда-то не начинал кодить. Не хочу сейчас тоже оскорблять Android-разработчиков, просто вот для меня вопрос, я лично не понимаю. Мне кажется, в 2017 году есть такое желание, ну меня лично, чтобы одному языку обучиться, одной технологии, ну и как можно больше платформ, можно больше где кодить. Даже если она где-то, ну может не оптимизированная, может быть, ну чуть дольше на ней там программа. Вот я сейчас говорю про JavaScript, то есть вот до этого говорили про, ну если он можно использовать вот для фронта, на ноде кодить и, ну при этом еще в WebAssembly использовать, да, для вот этих нативных приложений. Как бы, ну я не понимаю смысл кодлинного. Вот Java, да, она есть такая для серверов, да, ну для там ООП, все такое, ну класс. Типа если ты можешь кодить на одном языке вот для этих, для фронта, для ноды и для андроида, ну я сейчас не кодил еще, пока не приступил, собираюсь заняться, ну на Ionic там или на чем, на Meteor, то ну, ну я конечно видел сейчас там, да, куча фичи, там ну, сейв и так далее, но все-таки какие-то у него еще есть какие-то, ну, какие-то, не знаю, тоже, ну кроме того, что вот сейчас было перечислено, лучше там устраняет ошибки Java, но он только для андроида, да, я так правильно понял. Нет, неверно. Он для всех, более того, в смысле для всех в GVM мире, более того, есть бэкэнды для JavaScript у Kotlin и сейчас в экспериментальной разработке бэкэнд для натива, то есть ваш код будет компилироваться под нужную платформу в C++, в байткод, в Assembly и все такое. Вот, то есть как бы глобальная задумка JetBrains в том, что вот на Kotlin реально можно будет писать там и бэкэнд и, например, бизнес-логику для мобилы, она будет компилироваться тут в GVM байткод, там в нативный код и что-то на JS писать, все на одном языке, строго типизированном, прагматичном, с какими-то правилами, написанным разработчиками для разработчиков и так далее и тп. На JavaScript я не уверен, что сейчас кто-то пишет на чистом. Я знаю, что пишут на TypeScript и прочих вот таких модификациях, которые добавляют систему типов, явные указания этих типов, больше безопасности, то есть, ну такой, назовем это свой Kotlin для JavaScript, вот как я себе это понимаю. Но, например, на Android нельзя писать на TypeScript, насколько я знаю. Спасибо, но только вот я не понял, все-таки между метеором, в чем разница, там какие-то функции API в Kotlin есть? Насчет метеора я не знаю, что такое метеор, но вот, например, Ionic, с Ionic можно как-то работать, но проблема в том, что все вот эти приблуды, которые позволяют, точнее пытаются решить задачу написания кроссплатформенного кода, они лагают в местах с UI, очень часто это вылезает. Они используют не нативные компоненты, у них нет доступа к последним компонентам, они пытаются рисовать что-то на WebView, что очень тяжело для системы. И как бы это все хорошо для прототипирования, а потом это начинает вызывать боль. Я понял, спасибо большое за ответ. Спасибо за интересный доклад. Я хотел спросить, будет в дальнейшем Kotlin подвигаться, а именно делать упрощение вот и вот, например, структуры данных, которые большой кусочек сделали как в один кусок. И вот остальные операторы в этом смысле будут упрощения? В смысле? Ну да, вот новые плюшки. Будут ли созданы операторы, которые являются как бы комбинаторными? Ну да, структуры данных, вот вы рассказывали на прошлом митапе, вот, про Kotlin. Вы рассказывали про структуру данных, мне понравилось то, что вот большие кусочки. Да, я понял сейчас вопрос, наверное. В общем, сейчас собственных коллекций у Kotlin нету. Используется под капотом коллекции Java, GDK. За счет чего нет вот этих конвертаций, которые в скале там и так далее. Вообще в планах есть написание своей собственной системы коллекции, потому что нужна реальная иммютабельность, а не то, что вот ограничено только интерфейсом. То есть под этим каждым листом на самом деле лежит там R-лист, скорее всего. И Kotlin как компилятор ограничивает это, но добраться туда можно. Спасибо за ответ. Спасибо за доклад. Вот где-то в начале презентации вы говорили, что в Kotlin есть безопасные функции, которые, если что-то не могут вычислить, возвращают нул. Но в Java сейчас принято считать, что нул не есть самой безопасной функции, поэтому в Java 8 ввели класс optional. И вот вопрос такой, во-первых, как вообще это в Kotlin optional используется, если… Ну, суть такая, что безопасность там в плане того, что exception не кидается. Вот о чем была речь. Optional в самом Kotlin нету. За счет того, что система типов поддерживает вот эти вот типы с вопросиками, мы как бы сразу говорим, что вот тип с вопросом – это optional. Там может быть значение, а может быть там и null. Но это такой optional для бедных. И позволяет нам просто задать правило, что вот в каких-то местах мы точно не должны встретить null, и мы точно можем рассчитывать, что значение будет. Есть сторонние решения с optional для Kotlin. Можно посмотреть. Я как минимум пару знаю, если есть желание оборачивать это все в optional. Всем большое спасибо. Да, Сергей, мы хотим тебе презентовать вот такой подарок памятный от GDG Fest Воронеж, а всех остальных приглашаю становиться спикерами на наших ивентах, потому что быть спикером не только почетно, но еще и выгодно. А если я сомнадцатого века, мы сейчас занимаемся таким образом, то здесь все будет до 23 рождения, в основном важно высchать смотрящими и тыс-обратить золо, Выспер representa из компании planned дом,